Кориопсис многолетний. По описанию растения Кориопсис напоминает рудбекию, только лепестки его более округлые. Кориопсис многолетний, растение, которое никого не оставит равнодушным. Оно неприхотливо, устойчиво к заболеваниям и вредителям, и привлекает взгляд яркими цветами разнообразных окрасов. Цветки бурые, красные, желтые, розовые или лиловые, с заостренными лепестками, собранными в простые или махровые соцветия корзинки диаметром до 8 сантиметров. Кориопсис отличается обильным и продолжительным цветением с начала июля до осенних заморозков. Он способен украсить собой любой участок, при этом не требует трудоемкого ухода. Кориопсисы достаточно морозостойкие, светолюбивые, засухоустойчивые и неприхотливые растения. Зимуют без укрытия. Манжетка мягкая. Манжетка мягкая, многолетнее растение качковидной формы, высотой 50-60 сантиметров и шириной 75 сантиметров, декоративная благодаря округлым мягко опушенным листьям, веерообразно сложенным в начале роста. Листья крупные с 9-11 вогнутыми лопастями, их длина до 15 сантиметров. Утренняя роса крупными каплями собирается и долго держится на них. Цветки на разветвленных соцветиях, мелкие, желто-зеленые. Они собраны в щитковидные метелки. Цветет с июня и до начала осени. Цветоносы высотой 60 сантиметров. Растет на любых садовых почвах, в тени-полутени. На солнце требует дополнительного увлажнения. Используется для посадки в рабатках, у водоемов как бордюрное растение, небольшими группами. Лопчатка кустарниковая. Лопчатка кустарниковая, она же курильский чай, популярное декоративное растение, которое также ценится за свои целебные свойства. Она выделяется на фоне других растений своими роскошными многочисленными бутонами, которые обильно покрывают весь куст. Чаще всего на приусадебных участках можно встретить сорта с ярко-желтыми соцветиями. Но селекционерами создано множество гибридных форм лопчатки с разнообразной окраской цветков, высотой и степенью раскидистости кустов. Цветки могут иметь белый, оранжевый, розовый и красный окрас. Некоторые из них имеют махровый характер. Цветки лопчатки образуются на концах побегов текущего года, одиночные или собраны в группы по 2-7 штук. Имеют по пять цельных лепестков. Середина цветка пушистая из-за большого количества тычинок. Из-за многочисленности побегов кусты выглядят обильно цветущими. Цветение, как правило, начинается в середине мая и продолжается до сентября. В регионах с прохладным летом лопчатку можно выращивать на солнце. В жарком климате ее лучше высаживать в полутени. Папоротник. Папоротники, древнейшее растение, которое относится к многочисленному отделу высших споровых сосудистых растений. В наши дни встречаются практически во всех климатических зонах. В умеренных зонах это травянистые растения, наиболее распространены во влажных лесах. Некоторые растут на заболоченных местах и в водоемах, их листья отмирают на зиму. Внешний облик их настолько характерен, что люди обычно называют все их одинаково, папоротники, не подозревая, что это самая большая группа споровых растений. Существует около трехсот родов, и более десяти тысяч видов папоротников. Папоротники внешне очень привлекательны и прекрасно дополняют ландшафтный дизайн вашего участка. Кроме того, многие из них совершенно неприхотливы в уходе. За это их и полюбили дачники. Вам не нужны будут специальные познания и навыки, чтобы вырастить папоротник в саду. Но соблюдать некоторые обязательные мероприятия по посадке и уходу за растением придется. Когда выбираете, куда посадить папоротник, помните, что он любит затемненное влажное место. Но и долго без солнца не сможет, его листья начнут желтеть. Место посадки папоротника подберите с рассеянным солнечным светом. Бадан сердца лисный. Бадан – это неприхотливое и очень удобное, легко приспосабливающееся растение. Условия освещения могут быть самые разнообразные, солнце, легкий рассеянный свет сквозь неплотно сомкнутые кроны деревьев. Тень, полутень, все подходит для этого выносливого странника. Нетребователен он и к почвам, прекрасно растет и на каменистых, и на средних суглинках, и даже на тяжелых плотных глинистых почвах. К тому же почвенный слой может быть совсем тонким, так как корневая система у бадана горизонтальная, поверхностная. Не любит бадан лишь только застоя воды. Главное условие успешной агротехники бадана – хороший дренаж для избежания застоя воды. Бадан – уникальное многолетнее растение, которое прекрасно заполняет тенистые места в саду. Независимо от того, какой сорт выбран для посадки, он станет прекрасным дополнением в саду. Эта почвопокровная многолетняя культура подарит ранние весенние цветы и почти круглогодичную блестящую листву. Жимолость вьющаяся. Жимолость декоративная, высокорослый кустарник. Достигает в высоту до 6 метров. Его вьющиеся ветви позволяют создавать великолепные декоративные композиции, в том числе живые изгороди. Растение также отлично подходит для создания живых беседок, и тенистых местечек для отдыха. Она радует своей зеленью и цветами. Некоторые виды не сбрасывают листья на зиму и переживают морозы, поэтому даже в зимние месяцы сад выглядит очень необычно. Цветки у нее имеют необычную форму и цвет. Они могут быть кремовыми, белыми, красными, розовыми, золотистыми и рыжими. Встречаются растения с фиолетовыми и малиновыми цветами. В зависимости от сорта цветения наблюдается с мая по август. И жимолость декоративная не только красиво цветет. Она источает тонкий, ненавязчивый аромат. Ухаживать за культурой не так сложно, как может показаться. Несмотря на то, что вьющаяся жимолость считается теневыносливым растением, выбирать место для посадки лучше солнечное. Тогда она будет радовать яркими цветами, зеленью и красивыми ягодами. А вот насчет почвы можно меньше переживать. В этом плане жимолость довольно неприхотлива. Спирея японская. Спирея японская представляет собой кустарник, востребованный в ландшафтном дизайне. Спирея японская, представленная широким спектром сортов, отличается наибольшим разнообразием по размеру, цвету цветов и окраске листьев. Она ценится за свои цветы, собранные в соцветия метелки или щитки белых, светло-розовых, розово-красных или пурпурных цветов, которые украшают ветви поздней весной и летом. Размеры варьируются от карликовых типов, таких как маленькая принцесса, до больших кустов, достигающих 1,5 метра и выше. Большинство сортов имеют мелкотекстурированные зеленые или синие-зеленые листья, но некоторые сорта имеют желтую или зеленовато-желтую листву, которая меняет цвет в течение сезона. Особенность этого растения состоит в том, что оно очень выносливое и способно с легкостью адаптироваться к различным природным условиям. Хоть растение и неприхотливое, однако, лучше всего проявит оно свои декоративные качества, будучи посаженным на солнечном, хорошо освещенном участке. Кстати, спирея может вполне хорошо себя чувствовать и в тенистых уголках сада, однако, особой декоративностью порадовать в этом случае не сможет. И соцветия будут мельче, и окраска листвы не столь яркой. Важно также знать, что место, отведенное для спиреи, должно быть довольно обширным, так как корни растения под землей разрастаются на площадь, превышающую площадь самого кустарника. Сирень обыкновенная. Сирень обыкновенная, растение с нежными цветами, собранными в крупные соцветия. В зависимости от вида сирени, климата местности и погоды цветения наступает с конца апреля до начала июня. В любом случае вы этого явления не пропустите. Цветущая сирень даст знать о себе тонким, нежным и очень приятным ароматом. Большинство кустов сирени лучше всего растут в районах с прохладным летним климатом. Их можно использовать в качестве живых изгородей, и они являются привлекательным дополнением к неформальным садам в загородном стиле. Из цветков также получаются отличные срезанные цветы. Хотя сирень хорошо переносит полутень, лучше всего она цветет, если ее посадить на участке, который ежедневно получает как минимум шесть часов солнца. Их также следует сажать в местах с хорошей циркуляцией воздуха, чтобы уменьшить проблему с мучнистой росой. Сирень цветет на старой древесине, поэтому обрезайте ее весной сразу после цветения, чтобы сохранить желаемую высоту и форму вашего куста. Смородина кроваво-красная. В высоту кроваво-красная смородина достигает от двух до трех метров, что позволяет использовать ее как полноценный декоративный кустарник даже для живых изгородей. Но в регионах с суровыми зимами культура часто ограничивается метровой высотой. Благодаря эффектному цветению сорта кроваво-красной смородины станут незаменимыми при дизайне участка. А неприхотливость в культивации и высокие показатели урожайности делают вид еще более привлекательным для садоводов. Калина лавролисная. Калина лавролисная, очень интересное декоративное растение, которое привлекает к себе внимание, особенно зимой. Это растение вечно зеленое. Этот кустарник родом из стран Средиземноморья, вырастающий в благоприятных условиях до трех-четырех метров. Морозостойкость калины лавролисной невелика. Выдерживает морозы до минус 10 градусов. У калины лавролисной мелкие цветки, собранные в щитковидное соцветие на концах побегов. Ее изящные белые или розоватые цветочки с длинными тычинками в условиях Черноморского побережья появляются в любое время года. Плоды калины лавролисной массово созревают в августе-ноябре. Они очень нарядны и заметны издалека, ярко-синие с металлическим отливом. Почти всегда на кустах калины лавролисной можно видеть и цветы, и спелые плоды, что придает этому растению высокую декоративность. Субтитры создавал DimaTorzok